Здравствуйте, сегодня хочу рассказать вам о спартанцах Дикого Запада. Речь пойдет о племени Чикаса. Индейцы этого племени не потерпели ни одного крупного поражения, несмотря на то, что их враги превосходили их по численности в несколько раз. Первыми с индейцами этого племени познакомились испанцы в 1540 году. Чикасы не поладили с испанцами, несмотря на лучшее вооружение испанцы, не смогли задержаться в землях Чикаса и вынуждены были уйти за Миссисипи. Следующая встреча индейцев с европейцами. Произошла спустя более века, в 1670 году, на этот раз это были англичане, они основали колонию и начали торговлю. Где испанцы ничего не добились силой, англичане добились торговлей. Они продавали индейцам ружье и ткани, взамен получая оленьи шкуры и рабочую силу. Они приучили индейцев к работорговле. Чикасы, вооруженные английскими ружьями, начали устраивать набеги на своих соседей. У индейцев племени Чокта ружей не было, и Чикаса убили и продали в рабство англичанам около пяти тысяч своих врагов. Так Чокта и Чикаса надолго стали смертными врагами. И это все несмотря на сходство их языков, бытует мнение, что это ветки одного племени, они легко понимают друг друга. Чикаса водили дружбу с красными мундирами, тогда как Чокта были союзниками французов. Вдоль реки Миссисипи у Чикаса было несколько крупных городов-убежищ, каждый город имел своего вождя. Но власть всего племени принадлежала главному вождю Минка. Мальчики племени Чикаса с ранних лет учились переносить лишения и боль, они росли настоящими воинами. Чикаса контролировали русло реки Миссисипи и не позволяли французам переправляться из Луизианы в Канаду. Было много попыток, много вооруженных отрядов французов и их союзников Чокта пытались выгнать Чикаса с их земель, но все было безрезультатно, даже несмотря на превосходящие силы, им это так и не удалось. Губернатор Луизианы писал о них. Они живут только войной. Бесспорно они храбрейшие на всем материке. Так и не победив индейцев-французы, в 1740 году вынуждены были подписать Чикаса мирный договор. Далее больших стычек с французами уже не было, а вскоре Франция потерпела поражение в семилетней войне, что еще более ослабило ее силы в регионе. В это время начались разногласия с племенем Чироки, которые за счет Чикаса решили расширить свои земли, но они просчитались, как и все, кто пытался воевать с Чикаса. Война кончилась сокрушительным поражением Чироки, в битве при Чикаса-Алтфилдс в 1769 году. В 1798 году была образована территория Миссисипи на территорию. Хлынули американские поселенцы. Вождям Чикаса пришлось решать, как жить дальше. Зарыв свои топоры, индейцы занялись скотоводством, занялись земледелием. В феврале 1829 года власти штата Миссисипи приняли закон, по которому индейские земли объявлялись собственностью штата. Так, индейцы Чикаса, выстояв в войнах с испанцами и французами, оказались бессильными перед хитрой политикой молодого правительства США и вынуждены были подписать договор, по которому они переедут в Оклахому. Очень долго. Не находилось подходящего участка, пока наконец племя Чокта, получившее ранее землю на западе, не решило продать Чикаса часть своих владений. Вот так непримиримые враги опять вынуждены были жить рядом друг с другом. Такая история о племени, которую называют спартанцами Северной Америки. Спасибо за внимание.